Добрый день, коллеги! Ароматный цельнозерновой хлеб сегодня в программе, 52% ржаной цельнозерновой муки и 48% пшеничной цельнозерновой. Немного работы в первый день и абсолютный минимум работы в день выпечки. Рецептура на 700 грамм муки форма L6. Начнем с ржаной закваски, готовится она следующим образом. 8,4 грамма КМКЗ, можно из холодильника, можно свежую, никакой разницы. 0,9 грамм дрожжей, 196 миллилитров теплой воды и 280 грамм ржаной муки. Дрожжи и КМКЗ растворяем в воде, добавляем муку и замешиваем тесто. Время брожения 16 часов. Температура брожения 28-29 градусов Цельсия. Замесили ржаную закваску и сразу приступаем к замесу закваски пшеничной. КМКЗ холодная, из холодильника 40,5 грамм. Дрожжи хлебопекарные 1 грамм. Соль поваренная 2,8 грамма. Вода холодная, 63 миллилитра. Добавляем и перемешиваем. На ржаную закваску пошло 40% от муки на выпечку, а на пшеничную пойдет 20% от муки на выпечку. Хорошо перемешиваем, чтобы дрожжи и соль растворились, после чего добавляем 126 грамм муки пшеничной, цельнозерновой. И замешиваем крепкое тесто. Это у нас будет закваска номер 2 на пшеничной муке. Бродить она будет тоже в течение 16 часов. А температура брожения будет у нас уже не 28-29 градусов Цельсия, а 21-22 градуса Цельсия, то есть бродить она будет при комнатной температуре. Если кто помнит, пшеничный хлеб на холодном спелом тесте, вот по такой же рецептуре готовится примерно и эта закваска. Итак, коллеги, вот у нас две закваски, ржаная теплая и пшеничная холодная. На них на второй день мы поставим тесто и очень быстро испечем готовый хлеб. 189 миллилитров теплой воды, 1,1 грамма поваренной соли и 7 грамм хлебопекарных дрожжей. Разводим и добавляем к двум закваскам, после чего очень хорошо перемешиваем до однородного состояния. Влажность теста у меня примерно 68%. 70 грамм ржаной цельнозерновой муки и 210 грамм пшеничной цельнозерновой. Добавляем и замешиваем тесто. Общее количество муки, сброженное в заквасках, составляет 60%. Ржано-пшеничные хлеба на двух заквасках очень часто можно встретить в немецких рецептурах. Естественно, закваски там готовятся по-другому, никаких КМКЗ, поэтому здесь взята только идея, а исполнение полностью мое. Желательная начальная температура не менее 28 градусов и даем короткую отлежку 10 минут. Все меньше на канале комментариев от непонимающих, почему, если добавлена закваска, нужно добавлять еще и дрожжи. Связано это, наверное, с моим переходом на выпечку на КМКЗ. Я перестал употреблять такие слова, как закваска. Новые зрители слышат слово КМКЗ, ничего не понимают и переключаются на другой канал. Наверное, думают, что КМКЗ это что-то вроде готовой закваски, которая продается неизвестно где и, в общем, печь на этом не стоит. Ну, а для заинтересовавшихся новых зрителей, кто досмотрел до этого момента, можно посмотреть в описании к видео, что такое КМКЗ и как печь на ней хлеб. Если у вас есть интерес, то вся информация, чтобы ваш интерес удовлетворить, присутствует у меня в блоге. Время окончательной расстойки в тепле составляет от 50 минут до часа, в зависимости от условий. Но так или иначе, расстаивать желательно в тепле при температуре более 30 градусов Цельсия. Верхнюю поверхность перед выпечкой увлажняем и выпекаем 10 минут при температуре 260 градусов Цельсия и затем еще 45 минут при температуре 210-200 градусов Цельсия. После чего хлеб остужаем на решетке. Хлеб разрезаем только после полного остывания. Получается он очень ароматный, в меру кислый, вкусный. При этом у него очень долгий срок хранения благодаря ведению теста на двух заквасках. Минимум работы в день выпечки. Это удобно для многих, поскольку многие хотят испечь хлеб быстренько с утра и чтобы все оставшееся время в течение дня уже не тратить на хлеб. Мякиш мягкий, нелипкий, ароматный. Желаю вам удачи в повторении. Пишите свои отзывы. И до следующего раза.